Вся информация в этой лекции носит чисто ознакомительный характер. Из-за новизны предмета обсуждения материал не основывается на рецензируемых научных источниках и является результатом самостоятельных исследований автора. Автор не рекомендует зрителям совершать рискованные финансовые сделки. Когда в 2009 году легендарный персонаж Сатойси Накамута предложил свой концепт биткоин, большая часть программистов отреагировали одинаково. Почему, почему, почему не я придумываю эту гениальную элегантную штуку? Биткоин открыл дорогу современным криптотехнологиям и стал основным удобным инструментом для перевода денег в современности. На самом деле, как показывало расследование, это не Сатойси однофамилец, речность Накамута до сих пор не удалось раскрыть, и даже неизвестно, это человек или группа людей. Но, когда по прошествию пяти лет паренек 94-го года рождения Виталик Бутерин предложил свой концепт Этериум, никто уже ничего не говорил. Все были поражены мощью новой технологии. Этериум является защищенным от взлома, виртуальным, распределенным компьютером. Он использует блокчейн для ввода-вывода данных и хранения программ, которые тут называются «умные контракты». Эти программы практически невозможно взломать, а результаты их выполнения нельзя подделать. Стремительным скачком «умные контракты» прямо сейчас изменяют мир финансовых технологий. Давайте разберемся, почему и что значат все те непонятные слова, что я только что сказал. В этой лекции мы не спеша обсудим следующие темы. Что такое блокчейн? Чем блокчейн Этериум отличается от блокчейна Биткоин? Чем механизм выпуска акций сам по себе отличается от краудфандинга и кредита? И чем ICO, Initial Coin Offering, механизм выпуска криптоакций, отличается от IPO, Initial Public Offering, классического механизма выпуска акций? Какую инновацию вносит блокчейн в этот механизм? Итак, что такое блокчейн? Блокчейн — это журнал с записями в хронологическом порядке, хранящийся в открытой и распределенной базе данных. Выглядит это примерно вот так. Стало не намного понятнее, я думаю, что значит открытая и распределенная. Это значит, что точные копии этой базы данных хранятся одновременно на многих компьютерах сети, которые тут называются ноды. Вот это, например, карта распределения нод самой крупной блокчейн-сети — биткоин. При этом все ноды могут свободно читать имеющуюся у них информацию. Но эта информация защищена от изменений постфактум. Как? В реальном мире защита журналов от изменений выглядит вот так вот. Все страницы нумеруют, прошивают шнуром, проклеивают, ставят большую круглую печать и подпись. В цифровом мире для защиты информации применяют не ритуалы, а криптографию. Каждый блок несет в себе хэш-сумму предыдущего блока. Хэш-сумма предыдущего блока вкладывается в следующий блок, она вкладывается в следующий блок и так далее, и так далее. Если изменить хоть немного, хоть немного блок, то сразу изменится его хэш и хэши всех последующих блоков в цепочке. Если кто-то решит отредактировать один из прошлых блоков, то все блоки, следующие за измененным им, станут недействительные. Другие участники сети не признают данные от этого участника. А по законам сети блокчейн, истина — это то, за что проголосовал 51% пользователей. Итак, еще раз. Копия есть у каждого участника. Данные невозможно уничтожить, и данные невозможно изменить постфактум. Все, что попало в блокчейн, остается в блокчейне. И вот неизбежно возникает вопрос, что с этим всем можно делать. 9 лет назад, в конце октября 2008 года, некто под псевдонимом Сатоси Накамото описывает идею блокчейн в группе критографов, а в начале 2009 года публикуют исходные коды программы Биткоин, которые используют эти принципы. Эту программу можно запустить у себя на компьютере. Она подключается к другим нодам, работает, потребляет много ресурсов процессора. На счету участников медленно росла сумма, можно было пересылать друг другу монетки. И люди забавлялись этим в течение полутора лет. В середине 2010-го происходит первая продажа за Биткоин. Один из участников форума отправляет другому 10 тысяч биткоинов за то, что тот оплатит доставку пиццы на дом. Многое теперь мало. 2010-й — это крайне левая точка на этом графе. Сегодня, в 2017-м, каждая из этих пицц стоит по 13 миллионов долларов. Если вам кажется, что последние несколько месяцев у Биткоина сильный рост, думаю, мне пора познакомить вас с курсом эфира. Это график «Ценный эфир» за последний год, а не с 2010-го. Как раз с даты стабильного официального релиза. Что такое этот эфир? Почему именно он оказался так дорог? В то время как монеты Биткоине сами по себе ничего не делают и являются лишь финансовым инструментом. Эфир имеет реальную применимость. Эфир — это своего рода криптографическое топливо сети Ethereum. С его помощью оплачивается выполнение умных контрактов. Программ, которые выполняются одновременно на всех нодах сети Ethereum. Результат выполнения этих программ сверяется и записывается в блокчейн. Таким образом, для того, чтобы взломать такую программу, например, изменить сумму на банковском счету, которым управляет умный контракт, необходимо захватить 51% мощности сети Ethereum. Одномоментно. Что уже сейчас выглядит почти невозможной задачей. Например, хатеры, имеющие такую мощь, были бы и без этого абсолютно всемогущи. Как можно использовать такую технологию? Посмотрите на вот этот слайд. Примерно так выглядит одна транзакция в сети Биткоин. Сеть Ethereum отличается тем, что инструкцию, записанную в этой транзакции, может быть не только такой, а она может быть и точно такой, например, но и любой другой. Вот, например, инструкция, которая наделяет обладателя доступа к контракту некими юридическими полномочиями. А вот пример инструкции, который автоматизированно проводит в отырею. Этот пример показывает, как контракт может быть автономным сервисом, не требующим участия людей и оказывать некую услугу. Фактически умные контракты решают любую задачу, где требуется четко фиксировать владельца и его обязательства. Я приведу несколько примеров того, что создается на основе умных контрактов. Голосование, где не существует возможности вброса голосов, повторных голосов, нет необходимости в длительном подсчете голосов, и исключены ошибки в подсчетах, как случайные, так и намеренные. Это аукционы, которые исключают участие чиновников в возможности невых операций. Это реестры, которые содержат всегда актуальную информацию и доступны для всех на чтение. Это азартные игры и лотереи, где казино не обманывает. Страхование с гарантированными выплатами, технически гарантированными выплатами. Прозрачные схемы налогообложения и бухгалтерии без возможности фальсификации и сокрытия данных. Сомнительная польза. И, наконец, заглавная тема нашей лекции — это выпуск криптографических акций. Почему я выделяю акции в отдельную категорию и хочу поговорить именно о них? Кратко. Сущность механизма акций в том, что если вы можете внятно описать, зачем вам нужны деньги, то вам их дадут в обмен на часть акций. А если вы потом честно реализуете описанное и начнете платить дивиденды по своим акциям, то ваши акции будут расти. Все. В чем тут фокус? Почему этот механизм выглядит так круто? Само по себе предпринимательство — это решение проблемы предпринимателя, недостаток денег, с помощью решения проблемы потребителя, потребность в товаре или услуге. Подобным образом, механизм финансирования через акции — это решение проблемы поиска инвестиций с помощью решения проблемы хранения денег инвесторами. То есть мы инвертировали задачу. Вместо получения инвестиций мы создаем финансовый инструмент. И таким образом привлекаются инвестиции, значительно превышающие затраты на сам выпуск акций. Чем все эти плюсы свойственны и ICO, криптовалютной версии ICO, IPO. В чем же различие? Благодаря инновациям, представляемым технологией блокчейн, стоимость этого процесса с использованием криптовалютных бирж в десятки раз меньше стоимости классического IPO на финансовых биржах. Если минимальная стоимость IPO на австрийской бирже составляет около 200 тысяч долларов, а стоимость выхода на крупные мировые биржи, вроде NASDAQ или New York Stock Exchange, составляет от нескольких миллионов долларов, то суммарная стоимость всего процесса ICO с выходом на криптовалютные биржи стоит обычно десятки тысяч долларов. При этом достигается в обоих случаях абсолютно аналогичный результат — возможность привлечь инвестиции, во много раз превышающие затраты на процесс эмиссии. То есть, потратив сумму порядка 40 тысяч долларов, компания может привлечь до 10 миллионов инвестиций. Это открывает дорогу к получению инвестиций средним и маленьким компаниям, а также технологически стартапам, у которых есть только лишь ноу-хау, но нет денег для того, чтобы их реализовать. Другое различие между классическим механизмом и криптографическим — это его криптографическая защищенность. Этими акциями больше не владеет и не управляет некая компания. Теперь все обращение с ними осуществляется через умный контракт, доступ к которому имеете только вы, как владелец этих акций. У этого механизма очень широкие потенциальные возможности, потому что каждый контракт может описывать любой кейс, любые особенности бизнеса, любым способом. Вот, посмотрите на картинку, где инвестирование через ICO вытесняет классическое венчурное инвестирование. ICO более темное сверху, венчурное снизу светлее. Это прошлый год, первый, второй, третий, четвертый квартал. И это первый квартал этого года. Тут даже нету лета. Вспомните курс эфира, он вырос как раз летом. И год еще даже близко не закончился. К июлю 2017 года, согласно данным портала CoinMarketCap, в биржевом обороте находится свыше 800 криптовалют, что косвенно указывает на факт ежедневного проведения ICO. К этому количеству криптовалют нужно добавить те из них, которые уже размещаются и существуют, но еще не вышли на биржевые площадки и не торгуются там. Общая капитализация рынка криптовалют составляет на начало июля 2017 90 миллиардов долларов. Из них 40 миллиардов долларов, то есть чуть-чуть меньше половины, составляет сам биткоин. 25 миллиардов долларов составляет Ethereum и 25 миллиардов долларов составляют ICO и другие криптовалюты. И при том вот этот последний сегмент ICO растет даже быстрее, чем весь остальной крипторынок. Это список из 115 ассетов по капитализации. Первый в списке EOS — это open-source софт для создания масштабируемых децентрализованных приложений. Второй — Veritasium — платформа для peer-to-peer платежей напрямую между покупателем и продавцом, минуя посредника. Третий — Tether. Очень интересный проект. Это реализация доллара на блокчейне. Один тедер практически равен одному доллару, так что его курс не растет, в отличие от курса практически всех других криптовалют на этой странице, а меняется на доли цента туда-сюда. Но его капитализация при этом, хоть курс не растет, неуклонно повышается из-за желания людей ввести свои доллары в блокчейн и обладать блокчейн-долларами более надежными и удобными. На YouTube-канале 15 на 4 есть замечательная лекция про блокчейн, которую я вам советую посмотреть для более полного понимания этой лекции от ведущего разработчика, Tether, Олега Василенко. И еще про Олега можно сказать, что он мой брат, что мы с ним занимаемся еще другими криптопроектами. Я об этом расскажу позже. Обязательно посмотрите его лекцию. И пятнадцатый в этом списке — это проект First Blood — децентрализированная система поиска оппонентов в компьютерных играх, минуя сервер. Уже работает для Dota 2 и скоро заработает для многих игр. Часто, когда я рассказываю про ICO, меня перебивают и говорят, да, мы все это знаем. Это Kickstarter, это называется краудфайдинг. Вот тут вот я хочу разобраться, в чем отличие. В краудфайдинге мы продаем по предзаказу будущий товар. То есть мы пообещали произвести всем кружки, собрали заказы на кружки, произвели кружки, отосвали всем кружки. Если мы берем кредит, то отдавать этот кредит нам придется тоже деньгами, не кружками. И затраты на обслуживание этого кредита придется заложить в стоимость услуги, что мы оказываем. И это будет замедлять нам самоокупание бизнеса. В ICO или IPO продают обычно долю владения компанией. То есть вам не нужно будет отдавать деньги, которые вы получите в ходе таких видов инвестирования ни кружками, ни деньгами. Вы просто часть своей компании отдаете инвесторам, которые дают вам часть своих денег для реализации задуманного. И самое главное, нет повышенной стоимости на обслуживание этого процесса. Особенно в случае ICO, он достаточно дешев, и это не повышает, не ухудшает самоокупаемость бизнеса. В истории ICO есть, конечно же, и черные страницы. Самая первая и громкая история – это ICO DAO, проект по децентрализованному управлению инвестициями. Это ICO DAO началось в мае 2016 года, чуть больше года назад, и установило рекорд в истории, как для криптографических, так и для некриптографических проектов, как крупнейшая компания по обратному финансированию. В июне 2016 года пользователь нашел уязвимость в коде DAO, что позволило ему отфильтровать треть денег, собранных в ходе этой компании, на воспомогательную учетную запись. И 20 июля сообщество сети Ethereum приняло следующее интересное решение. Изменить состояние блокчейн-сети и проголосовать за это новое состояние всей сетью, и попытаться набрать 51% для того, чтобы сделать так, чтобы этих транзакций хакера никогда не существовало. Это привело к делению Ethereum на две сети. Ethereum – сеть, в которой не было хакерских транзакций. И Ethereum Classic – сеть, в которой остались хакерские транзакции. Ethereum Classic в сотни раз дешевле Ethereum. В конце прошлого года DAO был исключен из торговли на крупных криптовалютных биржах, таких как Polonex и Kraken. Эта история в целом получительна в том, что показала, что сообщество Ethereum может реагировать даже на очень крупные происшествия. В тот момент DAO был самым крупным ICO. Это был большой процент всех средств сети. И в даже исключительных ситуациях придумывать какие-то нестандартные решения. И сейчас мы можем увидеть, что плохо эта история обернулась только для самого DAO. Вот вам более свежие истории. Все произошли в этом месяце. В ходе ICO CoinDash, которое прошло 17 июля, 10 дней назад, хакер завладел контролем над сайтом ICO и подменил адрес депозита эфира на свой. В результате чего некоторое время деньги посылали на аккаунт хакера, а не на аккаунт ICO. Вот таким образом было украдено 7 миллионов. Через два дня после этого, 19 июля, произошла атака на очень популярный криптовалютный кошелек Parity. Примечательна она тем, что хакеры успели украсть всего лишь 30 миллионов долларов. Я говорю всего лишь, потому как как только информация об уязвимости была опубликована, белые хакеры, не то, что вы подумали, белые хакеры, это хакеры, которые избрали свою целью противодействовать хакерам-преступникам, направили свои силы на спасение аккаунтов пользователей нестандартным способом, используя уязвимость до того, как ей успеют воспользоваться злоумышленники, чтобы украсть деньги пользователей до того, как их украдут злоумышленники и потом вернуть безопасным способом на аккаунты пользователей. В частности, украинский криптоинженер Алексей Матиосевич, которым я имею честь работать, спас таким образом эфира на полтора миллиона долларов и вернула их организации The Whitehead Group, которая в результате вернула их владельцам и в результате этой операции было спасено эфира на сумму свыше 150 миллионов долларов. В то время как хакерам-злоумышленникам, которые решили участвовать в этой операции лишь на свою пользу, удалось своровать лишь на 30 миллионов долларов. Удивительное заявление сделали 24 июля, то есть три дня назад в ICO в Эритазиум. То самое, которое я вам рассказывал второе в списке капитализации. Расследование продолжается три дня назад. И пока неизвестно, каким именно образом хакерам удалось украсть 8 миллионов долларов. Впрочем, основатели в Эритазиуме считают, что таким образом платформе ущерб нанесен не был, поскольку, во-первых, эти деньги были украдены у самого в Эритазиум, а не у пользователя в Эритазиум, и не придется извиняться перед пользователем, что-нибудь решать. А во-вторых, таким образом, я сказал, 8 миллионов, да, было украдено лишь 0,07 от всех монет в Эритазиум, что особо не повлияло на этот рынок. То есть 8 миллионов, это много в абсолютных числах, и это 0,07 от всего лишь одного ICO. На следующий день после этого, 25 июля, два дня назад, весьма старая биржа БТЦЕ объявила о коротком техническом перерыве. На следующий день в Греции был арестован по подозрению в отмывании денег один из владельцев сервиса. Сервис все еще обещает открыться через пару недель на своем сайте. И это не первая криптовалютная биржа, которая неожиданно закрывается. И в то время как и биткоин, и Этериум, как технологии сами по себе весьма надежны, биржи, которые проводят операции в них, все еще могут быть уязвимы к техническим и, самое главное, нетехническим угрозам. И эта проблема привела нас с коллегами к идее создания биржи нового поколения, в которой пользователи владеют своими средствами непосредственно, не передавая их на управление биржи. Активы управляются вашим личным умным контрактом, доступ к которому имеете только вы. И все обмены происходят непосредственно с другими участниками обмена, минуя посредников. Таким образом, даже если мы решим закрыть наш сайт, то деньги останутся у пользователей. Мы как не имели к ним доступа, так все еще не имеем к ним доступа. А они как имели к ним доступ, так все еще имеют к ним доступ. Сейчас проходит открытое тестирование наших разработок на сайте Orderbook.io, и мы верим, что наша платформа и подобные ей разработки в результате откроют дорогу в новую эру инвестиционных возможностей, сделав этот процесс дешевым, как никогда. Блокчейн, по моему мнению, это технология из 22 века, которая нечаянно попала в наш ранний 21. Во многом мы оказались к ней не готовы. Впереди технических проблем идут юридические, политические, социальные. И решение многих из них еще предстоит найти. С другой стороны, у нас за спиной уже много решенных проблем. И в нашем 2017-м можно с уверенностью сказать, что блокчейн-технологии навсегда изменят даже наше представление о самом феномене владения чем-то, представляя более надежный способ обладания ценностями, чем хранение их в кармане, в банке, в сейфе или на сервере. И впереди нас с вами ждет дивный новый мир, надежность и доверие в котором будет основано на криптографии. Спасибо большое за внимание. Перед тем, как Борис побежит задавать микрофон с вопросами, интересно ли вам узнать, какое будущее я вижу у рынка ICO? Мое личное мнение. Механизм ICO позволил образоваться и выйти на рынок огромному количеству новых компаний, практически сотням новых компаний. И при этом этот механизм подходит и классическим компаниям, и инновационным стартапам. С каждым месяцем ICO становится все популярнее, все дешевле, и совсем скоро этот механизм станет доступен даже для локальных компаний. Например, сейчас готовится ICO завода огнеупорной керамики в городе Днепре в двух часах езды на машине отсюда. Настолько доступной будет эта доступность для локальных компаний в будущем, как я ее вижу. Весной я ездил в гости к 15 на 4 в Кишинев к нашим друзьям, и они меня накормили очень вкусной кашей. Я такой вкусный раньше не ел. Говорят, что рецепт не секретный, что это национальное блюдо, и оно называется мамалыга. Круто сваренная каша из кукурузной муки. Если вы будете в том районе, обязательно ешьте. И просто вы поймете, о чем я. Очевидной бизнес-идеей в тот же момент мне показалась идея продавать мамалыгу в маленьких коробочках с небольших варечков. И идея меня захватила полностью, но денег у меня только на закупку кукурузной муки. Помните, я мог бы взять кредит в банке, за год работы варечков выплатить его, но я же хочу сеть варечков взять еще, выплатить, взять еще, выплатить, и через какое-то количество лет оказаться полноправным владельцем сети варечков мамалыжных, и при этом стоимость обслуживания кредита повысила бы еще себестоимость мамалыги. Взамен этого я предлагаю снять видео с тем, как мы готовим мамалыгу, провести несколько промо-акций на улицах с дегустациями мамалыги, чтобы познакомить потенциального инвестора в лице потребителя с товаром, который мы будем производить, и с тем бизнесом, долю в котором мы предлагаем ему сейчас. После того мы оцениваем таким образом заинтересованность потребителей слэш-инвесторов. Для нас это становится один и тот же человек. Мы планируем ICO-компанию, в ходе которой размещаем часть нашей акции, нашей сети мамалыжных на наших местных криптобиржах. Этой части достаточно для постройки первого варечка, а остальные акции по условию контракта и по юридическим условиям остаются заблокированы на специальном счете под присмотром независимого скролл-агента. Допустим, наш контракт устроен таким образом, что с постройкой и вводом в эксплуатацию каждого варечка и началом выплаты дивидендов по акциям, конечно, этот скролл-агент констатирует, что да, ребята построили очередной варек и разблокирует нам еще часть акций для постройки еще одного очередного варька. Эта система не дает нам с вами, как владельцам бизнеса сети мамалыжных, украсть все деньги сразу в конце ICO. Мы максимум сможем украсть на один варечек, это нас не устраивает, и это защищает наших вкладчиков. И для каждого ICO специалисты пытаются придумать свои технические, юридические особенности проекта таким образом, чтобы они максимально защищали вкладчиков. Таким образом, мы строим наши мамалыжные, готовим вкусную мамалыгу, мы не отягощены сопровождением кредита, мы концентрируемся только на качестве выпускаемого продукта. Почему? На дверях нашего варечка приклеен QR-код и написано «Вкусная мамалыга?» Купи акции этого варечка. Достаешь смартфон, наводишь и покупаешь на стоимость пяти коробок каши немного акций. С другой стороны, как владелец сети мамалыжных, в пешенебельной сети мамалыжных, я тоже заинтересован неким образом инвестировать свои сбережения. Ну, куда я их могу делать? Обменять на доллары, что ли, обратно? Я только что стал владельцем пешенебельной сети мамалыжных и огромного количества криптоакций. И я хотел бы вложить свои акции в бизнесы тех компаний, потребителем которых я и так являюсь. Ну, кому я могу доверять, как не тем компаниям, которым я уже доверяю, как клиент и потребитель. И я достаю свой смартфон и инвестирую в бизнесы этих бизнесов. И все бабушки, я бы тоже хотел бы, чтобы хранили свои сбережения в тех бизнесах, которых, ну, они, бабушки, уважают, потому что кому, как ни бабушкам, знать, что хорошо для бабушек. И эти бизнесы пусть выплачивают им дивиденды, и в итоге этот механизм может заменить механизм пенсии и улучшить его существенно. Если вам кажется, что акция – это что-то очень сложное, абстрактное, не думайте об этом. В данном случае вы вообще не будете знать, что под капотом приложений акции. Вы просто видите цену, жмете кнопку, и все оплачивается, так же, как любая другая платежка. И вы видите цену в своей локальной валюте, жмете оплатить, в тот момент, когда вы жмете оплатить, с вашего портфеля инвестора списывается часть акций, тут же продается на криптовалютной бирже, и эта сумма уходит получателю платежа. Вам нужно наличных денег. Вы вставляете карточку в банкомат, вводите сумму с вашего портфеля инвесторов, списывается часть акций, эта сумма выезжает на вас наличными деньгами. Я хочу занять денег. Я пишу Олегу и говорю, Олег, займи тысячу. У Олега нет тысячи наличными деньгами, но есть акциями. Но акциями мне, впрочем, лишь лучше. Олег жмет кнопку в приложении, акции переходят с его портфеля инвесторов в мой портфель инвесторов. Я могу сделать все, что угодно с ними, конвертировать куда угодно, но не это главное. Главное, что в тот момент, когда Олег нажал на кнопку «Занять брату акций», в сеть Ethereum опубликовался контракт, в котором написано, до какого числа я обещал Олегу вернуть эти деньги. И этот контракт сам по себе, как услуга, как сервис, и предоставляет мне инструмент для возврата этих денег Олегу. Мне не нужно будет бегать за ним. И самое главное, что если до указанного числа я не верну деньги, то в сети Ethereum навсегда останется контракт, в котором будет написано, что я не вернул деньги, он будет абсолютно неудаляем, без удаления человеческой цивилизации. И пользователю не нужно знать, что под капотом акции. Жмем кнопки, получаем деньги. Если вам интересно, вот тут вот можно каких-то моих контактов найти. Спасибо. А вот теперь давайте действительно вопросы. Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, для написания вот этого умного контракта в сети Ethereum, нужно ли составлять программу на определенном языке программирования? Если нет, то как происходит формализация вот этого любого контракта? И если да, то нужно ли при этом решать задачу оптимизации кода? Очень ряд хороших вопросов. Отвечу очень бегло на все из них. Умные контракты для сети Ethereum сейчас пишут на четырех языках, но самый распространенный из них называется Solidity. Этот язык... Программисты в зале, поднимите, пожалуйста, руку. Этот язык напоминает жестко типизированный JavaScript. Он относительно сложен, и мы вместо того, чтобы искать разработчиков на этом языке, их не существует, потому что технология год назад стабильная версия за релижиона, мы в компании создали курсы по Solidity. Мы берем уверенных медлов JavaScript и за три месяца лучшие из них становятся Solidity разработчиками. В чем сложность разработки на Solidity? Во время выполнения умного контракта каждая операция, любая, каждая операция должна быть оплачена. Сам факт. Операции с записью — это очень дорогие операции, потому что запись нужно сделать на огромном количестве компьютеров и так далее. И таким образом, любые лишние действия в ходе выполнения умного контракта — это деньги, потраченные на эфир, которые являются топливом для его выполнения. А если этот умный контракт будет выполняться миллионы раз, то любая лишняя операция это тысячи долларов или десятки тысяч долларов или огромное количество долларов страшно представить. Вот особенности программирования на Solidity вот эти системы. Рост, сколько еще может появиться криптовалют и насколько они могут вырасти? Насчет количества. Я ожидаю, что к концу года рост будет продолжаться примерно в этом темпе. То есть к концу года их будет несколько тысяч, потому что рост сейчас очень быстрый, вот последние 2-3 месяца. И я ожидаю, что к концу осени, так же как сейчас очень большой бум, поскольку много команд, которые в прошлом году провели свое первое ICO, зимой провели свое первое успешное ICO, сейчас проводят свое первое крупное ICO, потому что сам бизнес проведения ICO — это сложная штука. Так же я ожидаю, что к концу осени эти же команды, самые сильные из них, разработают инструменты для быстрого проведения ICO. И начиная с зимы их будет происходить в 10 раз больше, чем вот мы сейчас видим. И рынок наводнится десятками тысяч разных акций. И будет выбор не между конкретными ICO, а между конкретными адвайзинговыми агентствами, которые предлагают коктейль из вот этих десятков акций вот этой вот индустрии, как самый интересный. Все сейчас идет к сильному насыщению рынка намного большим количеством ассетов, чем классического фондового рынка для диверсификации, чтобы рынок стал абсолютно неуязвим к падению конкретных стартапов. Вот, например, я вам рассказал про 4 взлома, которые произошли за последние 10 дней. На самом деле произошел еще один мелкий взлом, на 300 тысяч я про него даже не рассказывал. То есть, казалось бы, очень часто. Суммарно, непонятно, что еще с BTC-е, то есть суммарно ушло 50 миллионов, а если BTC-е закроется, не откроется, то это будет еще приблизительно 160 миллионов их внутренних активов. То есть, это будет 200 миллионов долларов. Это кажется большой суммой. Вспомним капитализацию рынка. Те 50 миллионов являются, получается, одной пятисотой примерно от этого всего рынка. То есть, это серьезный удар, но он растянут на месяц. А если это 200, ну, это хуже. Но этот серьезный удар исключительно снова-таки растянут на месяц и постепенно технически решается. То есть, если с DAO прошлым летом это был огромный ущерб сети Ethereum, поскольку сама сеть была маленькая, то сейчас такого же размера взломы это песчинка, это доли сотых процентов от общей капитализации рынка. И рынок идет к набору большого количества токенов, чтобы разовые падения разовых компаний вообще не влияли на крипторынок в своей массе. Я бы хотел спросить про блокчейн. То есть, все познается на практике. Можно ли как-то, ну, сказать, поиграться с блокчейном? То есть, не на реальных каких-то примерах, а просто, чтобы это было все несерьезно, ну, не с каким-то там… Не по-настоящему. Ну, да. Нет, блокчейна не по-настоящему не бывает. Но можно очень легко поднять свой приватный блокчейн, допустим, из одного компьютера. Можно сделать свою копию блок биткоина вот у себя на компьютере или на компьютере себя и своего брата, там, на двоих, и играться, и тестировать. Если вас интересна разработка именно под Ethereum, ну, а я рекомендую разработку под Ethereum, то тестовая сеть, которая симулирует реальный Ethereum, но работает на локальном компьютере, называется TestRPC. Если погуглить по этому слову, там офигенные мануалы, есть ссылка на документацию, и ее советуют даже официальные разработчики. У меня два коротких вопроса. Первый. Когда этот пузырь лопнет, и второй, вы не думаете, что центробанки крупнейших стран просто будут бороться с этими криптовалютами, потому что это выходит из-под контроля? Спасибо. Центробанки крупнейших валют борются с криптовалютами, это вышло из-под контроля, я согласен с вами. Ответы на первый вопрос. Если мы вернемся к каким-нибудь из наших знаменательных графиков, и лучший, наверное, это будет графиком с курса биткоина, про который тоже постоянно спрашивают, когда этот пузырь лопнет, ну, про него самая длинная история за 8 лет лопания этого пузыря. Вот это вот, это 13 ноября 2013 года. И курс тогда был 1273, кажется, доллара за один биткоин. Это было большое психологическое пробитие вверх. Все такие, вау, да что, какие-то шпантики. Видите, пузырь лопнул. Пока не появилась технология, которая позволила использовать биткоин еще одним способом, который до этого не существовал. Допустим, вложить его в ICO, и пузырь снова надувается. Вот тут вот было понятно, что, ну, вот этот рост, это перебор. Что-то нужно решить. Пузырь лопнул, но, знаете, нет, нет, все так сидят и думают, ну, ну, когда, когда закупать? А курсы эфира, ну, он скакнул, все решили, не сильно дорого. Но тут все решили, постойте, но эфир же нужен. Это полезная штука моя, вычисления оплачиваем. И тут что еще интересно? Вот я рассказывал, что ICO собирают какие-то деньги. Вот, это некоторые из тех ICO, что мы делали, это примеры как раз старые, прошлого года. Не очень удачный пример. Хронобанк потратил почти треть миллиона, чтобы привлечь 6 миллионов. Потом мы научились делать это значительно дешевле. Ичейн потратил 5 тысяч, привлек 240 тысяч. Но этих денег осталось недостаточно, и по юридическим особенностям контракта они были возвращены обратно. То есть тоже никто не был обижен. Мы это считаем успешным ICO. Посмотрите, 5 тысяч долларов. И ТАСС потратил 35 тысяч, привлек 7,5 миллионов. И вот, собственно, Armored Ceramic. Эти ICO произошли какое-то время назад. Они собирали деньги не в долларах в основном, а в эфире и биткоине. Вспомните, что стало за последние пару месяцев с эфиром и биткоином. То есть эти ICO потенциально являются обладателями в десятки раз больших сумм теперь конвертируя не имеющиеся криптовалюты в доллары. И это еще одна штука, которая привлекает к рынку инвестирования. Спасибо за лекцию, Александр. Интересует такой момент. Я, насколько понимаю, очень долго сеть биткоин была не защищена со стороны своего клиента. То есть программа клиент, которая работала с биткоином, в общем, скомпрометировав эту программу, можно было создать там ну как-то свою сеть и так далее. Но, в общем, что с эфиром? Во-первых, насколько открыта разработка по опаду? То есть могу ли я что-то написать? Ну вот, собственно. В целом. Нужно ли что-то лицензировать, сертифицировать, сертифицировать и так далее? Есть сообщество разработчиков, которое мейнтейнит разработку. Оно достаточно открытое, достаточно большое при этом. Есть замечательная документация. Она прям любовь всем по технологиям такую. Новая версия получше. Нет никаких преград такого уровня, о которых ты говоришь. Смотри, если мы берем и модифицируем клиент сети биткоин и говорим, вот теперь мы будем по-другому там что-то делать. Все остальные участники сети нас не принимают. И мы остаемся в сети из одних себя. Ну или с теми, кто согласится с нами. Вдруг чудаки тоже есть. И таким образом и делается софтфорк сети. Вы делаете пузырек внутри сети своими силами, но он слабо кого интересует. В данный момент, вообще достаточно безопасный момент, вот смотри, каких атак боятся все эти системы? Больше всего они боятся атаки 51% мощностей. Кто-нибудь, человек, организация, группа людей, группа организаций, неважно, в одночасье захватывают 51% мощности. Это дает им возможность сейчас, в момент времени, редактировать текущие транзакции. Вот те, которые сейчас запечатываются в сеть. Это вроде кажется нереальным на первый взгляд. Ну типа сложно, 51% компьютеров. На самом деле это не так далеко в некоторые моменты истории было от реализации. Были моменты, когда крупнейшие биткоин-майнинговые пулы вошли в такую кооперацию, ну в рамках совместных целей, что по одну сторону политической баррикады биткоин-пулов оказалось несколько крупных пулов, которые подружились друг с другом, в которых суммарно насобирали больше 51% вычислительных мощностей. Это вроде как не их личные компьютеры. Это компьютеры всех участников пула. Но эти пулы диктуют, какой софт поставить на компьютеры. То есть таким образом, пул действительно имел доступ к 51% мощностей. Это привело к большому количеству интересных историй. Ребята добровольно разбились на более мелкие бизнесы, там диверсифицировали все это, для того, чтобы вывести из то, чем они занимаются, вывести себя как угрозу отсюда подальше, чтобы не угрожать тому, чем они занимаются. То есть в общем-то среагировали интересно. Сейчас все биткоин-пулы по отдельности, даже с учетом всех дружб, достаточно далеки от этого. Но тут вот у биткоина очень интересная история, достойная отдельная лекция, но так как она произойдет послезавтра, после-послезавтра, то никто не расскажет. Первого числа биткоин по сумме причин будет большой всплеск. Одна часть сообщества хочет изменить протокол на вот тот вот, другая часть сообщества хочет изменить протокол на вот тот вот. Длинную историю не буду сейчас рассказывать, но очень интересную. Добрый день. Насколько я понял, то, что вы рассказываете, это электронная коммерция. С криптотехнологиями она связана только наличием криптовалют, типа биткоин. Ну, значит, биткоин, насколько я понимаю, это электронный ключ, который можно проверить неким алгоритмом. Вопрос. Какое количество биткоинов из потенциально возможных уже найдено, и как вы считаете, допустим, появление квантовых компьютеров, допустим, если это 50% всего лишь биткоинов найдено на данный момент, наличие квантовых компьютеров изменит ситуацию? Может ли оно обвалить рынок биткоинов? У меня есть отличный ответ на ваш вопрос. Он в том, что вы полностью ошибаетесь. Криптотехнологии работают не так, биткоин – это не некий подобранный ключ. Вы обладаете этим биткоином, и вся сеть это подтверждает. Либо вы им не обладаете. Вы… Любое количество подборов не поможет вам в этом. Для того, чтобы обладать и убедить всех в том, что вы обладаете тем биткоином, вам нужно обладать 51% информации вот в этот момент времени, если вы сейчас хотите его захватить. Либо вам нужно обладать в четырехмерном пространстве 51% умноженное на время, если вы хотите назад редактировать записи. Тут используется криптография, асимметричное шифрование, ПГП-шифрование и так далее. Майнинг биткоина выглядит тоже нетривиальным образом. Не таким, что нам нужно подобрать какое-то число и угадать или не угадать. Вознаграждается за конкретный майн-блоков, при том сложность майна возрастает, и вознаграждения падают. Таким образом, при росте вычислительных мощностей компьютеров в 100 раз, в 1000 или в миллион, то при следующем обновлении сети сложность подстроится таким образом, и вознаграждение упадет таким образом, чтобы выросшая мощность сети проецировала нужное количество биткоинов для того, чтобы смайнить большую часть биткоина к 2023. Так устроен алгоритм. То есть мы и так смайним их к константному времени, и появление новых компьютеров не ускорит этот процесс, ну разве что на недельку. Все удивятся, а потом все снова вернется.